Сегодня мы завершаем третью главу Евангелия от Иоанна, и в этом выпуске коснемся следующих вопросов. Что останавливает процесс веры в сердце человека? И можно ли, получив откровение от Бога, так и не утвердиться в вере об этом? Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово, и мы благодарим Тебя за служение Святого Духа. Мы просим Тебя, Святой Дух, учи, наставляя нас на всякую истинную, когда мы будем размышлять над этими местами Писания. Ты говори с нами, с каждым лично о том, о чем с нами нужно поговорить. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, с 22 стиха. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоановых учеников произошел спор с иудеями о очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, я не Христос, но я послан перед Ним. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть. И говорит, как сущий от земли, приходящий с небес, есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, этим запечатлен, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи. Ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит сына, и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аминь. Еще раз поздравляем с окончанием следующей, третьей главы. И как мы с вами прочли, эта история начинается с некоего конфликта. В 22 стихе мы с вами читаем, что после встречи с Никодимом и совершения Иисусом многих чудес в Иерусалиме, Иисус приходит вместе с учениками своими куда? В землю иудейскую. И написано, там жил с ними и крестил. И на первый взгляд перед нами какая-то странная картина происходит, потому что нам непривычно рассматривать Иисуса, который крестит в воде. И здесь нам важно обратиться к следующему уточнению, которое прозвучит в следующей, четвертой главе. Раньше, когда писалось Евангелие, разделения на глав не было. Это уже внесли после для удобства. Поэтому апостол Иоанн в четвертой главе во втором стихе даст уточнение. Сам Иисус не крестил никого, а ученики Его. То есть Иисус приходит в землю иудейскую, но тем не менее модель Его служения, она также имеет внутри себя такую составную, как водное крещение или крещение в покаяние, которое совершают Его ученики. Сам Иисус никого не крестил в воде, но ученики Его крестят. Ну и логично догадаться, что ученики бы сами от себя ничего не делали. То есть Иисус как бы давал им на это разрешение и давал им на это какое-то указание, что это нужно делать. И можно сказать, Иисус вносит в часть своего служения вот эту модель водного крещения, которую начал еще Иоанн Креститель. И в 23-24 стихах мы видим, Иоанн также крестил в Яноне, близ Иерусалима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились. То есть перед нами сейчас как будто два параллельных служения, которые совершают одну и ту же церемонию. И Иоанн Креститель крестит в воде крещением покаяния. И в служении Иисуса также содержится крещение в покаяние через погружение в воду. И скорее всего это побудило иудеев пойти на спор в 25 стихе с учениками Иоанновыми. И мы здесь видим, что ученики Иоанновы вступили в спор с иудеями об очищении. Но странная картина происходит. Вроде бы у них происходит спор с иудеями об обряде очищения. А в 26 стихе этот спор их приводит к вопросу по поводу Иисуса. Тогда они приходят к Иоанну и начинают как бы возмущаться. «Рави! Тот, который был с тобою при Иордании, которым ты свидетельствовал, вот он крестит!» И все идут к нему. И как бы они выражают некое свое возмущение в вопросительной форме в адрес Иисуса. Спор произошел с иудеями. Но скорее всего этот спор вокруг обряда очищения бросил некую проекцию на то, что «А вот почему это там Иисус со своими учениками тоже совершает обряд очищения?» Я подумал, ну как оно могло связаться? Вроде бы спор вокруг обряда очищения, а они в результате пришли к тому, что возмущаются. «А почему это вот Иисус там совершает с учениками крещение?» И все идут креститься к нему. И тут я знаю, что вспомнил. Я вспомнил, что Иоанн был не простым человеком, а был сыном священника. И если говорить о каких-то религиозных церемониальных обрядах, то вполне вероятно, я предполагаю, что когда иудеи поднимают спор об обряде очищения, то скорее всего могло быть, что сам Иоанн не смущал их, как тот, который сейчас проводит обряд очищения. Почему? Потому что он сын священника. Просто стать в позицию священника, потому что ты прошел курсы священника, такого в Израиле невозможно было. Священником мог быть только тот, который был из рода священников. Иоанн был из рода священников. Отец Захария был священником в Израиле. И я предполагаю, что иудеи могли относиться к Иоанну отчасти и как к пророку, и как к тому, кто может совершать обряд очищения, будучи сыном священника. Но вдруг, когда появляется Иисус, и в его служении ученики совершают обряд очищения, это могло смутить и самих иудеев, вот здесь, которые приходят на спор, и, скорее всего, учеников Иоаннов. А как это тот, который был с тобой при Иордане, он крестит? Но в их словах меня не столько привлекло их возмущение о том, что Иисус крестит, и все идут к Нему, сколько стартовая фраза, указывающая на их восприятие самого Иисуса. Они начинают с фразы «Тот, который был с тобою». И вот это указание, оно о многом может говорить. Почему они не называют Его «Тот, о ком ты сказал, Агнец Божий», «Тот, о ком ты слышал, что это и есть Мессия»? Почему они не осмеливаются Его назвать так, как Иоанн прежде Его уже назвал? «Для них Он все еще остается некто». Вот в таком образе «Тот, который был». А кто был? Ну, мы до конца не знаем, но это «Тот, который был». Пока мы Ему имени четкого дать не можем, потому что мы с Ним не можем разобраться. Да кто Он? Это второй креститель? Это кто? Это наш конкурент по служению. Это кто? Тот, который. И вот здесь можно было бы сказать, ну, что с их взять? Ну, это ученики. Но все-таки я думаю, что тот образ мышления и те взгляды, которые есть в учениках, отчасти могут быть проекции и того состояния, которое есть и в их Учителе. То есть в зависимости от того, кто для нас Иисус, кто для нас Бог, понимаете, именно в соответствии с этим мы и будем строить отношения с Ним, если вообще, ну, будем их строить. Например, если человек видит Бога как сурового, жестокого товарища, который только ищет, чтобы наказать, чтобы проучить, то, скорее всего, здравомыслящий человек, он будет как-то сторониться от такого Бога и особого желания строить отношения с Ним как бы особо не будет. Понимаете, но когда человек знает, что Бог – это Папа, который любит, Папа, который заботится, милует, желает баловать подарками, благословениями и так далее, то этот человек, он, скорее всего, захочет как минимум что-то больше узнать о нем, как-то лучше познакомиться и строить с Ним отношения. Почему? Потому что внутри у этого человека, скажем так, вот этот внутренний образ веры об этой личности, он другой, он лучше. И поэтому, чем лучше у нас образ внутри, тем лучше наше отношение к этой личности. А кто это определяет? Каково мое внутреннее отношение к той или иной личности? Конечно же, друзья, это определяем только мы с вами. Бог не будет навязывать нам это, а дьявол не вправе заставлять нас думать так или иначе о том или ином человеке, потому что у него нет достаточно власти. Он может это делать только тогда, когда я ему это позволяю. Но если я говорю дьяволу нет, а Богу да, значит, я позволю Богу формировать правильный образ в моем сердце о том или ином человеке. И отсюда будут вытекать и мои взаимоотношения с Ним. И говоря об учениках и о их таком отношении к Иисусу на данный момент, это напрямую должно было быть связано и с их верой об Иисусе. Как они верили о Нем. И то, как они говорят сейчас о Нем, это тот, это некто, о котором ты вот так говорил. Они еще так верят о Нем. Но возвращаясь и к ним, и к тому же Иоанну, мы сможем увидеть нечто общее. Почему? Потому что ученики слышали то, что Иоанн говорил о Иисусе тогда, когда Христос крестился от Него. Слышали ли они пророческое слово, указывающее на Иисуса, как на того, кто пришел? Как Агнец Божий, как тот Мессия, которого ожидал весь Израиль. Слышали ли они эти слова о Иисусе? Ответ – да. Имел ли сам Иоанн эти откровения об Иисусе? Ответ – также да. И даже когда мы с вами сейчас будем читать слова Иоанна с 27 по 36 стихи, Иоанн 10 стихов сейчас возвещает о Христе. И когда я читал эти слова, я думаю, ну вот, он возвещает об Иисусе, как о женихе, как о том, кто пришел свыше, который свидетельствует о том, что слышал, а его свидетельства не принимают. Это тот, которого Бог послал, и он говорит слова Божьи. Отец любит сына и все отдал в руку его. Но, тем не менее, я все равно хотел бы напомнить, что спустя немного времени Иоанн будет схвачен и брошен в темницу. И когда спустя время те же ученики Иоанна, будучи посланными своим учителем, придут к Иисусу с вопросом, давайте прочтем это в Матфея 11 главе, Иоанн, услышав в темнице о делах Христовых, послал двух учеников сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И вот здесь, в этой точке, мы видим все-таки Иоанна, который находится в состоянии сомнений. Он в сомнениях. О чем? О том, Иисус, Он и есть ли Христос? Ты ли Христос? Ты ли тот, который должен прийти? Или это не ты? И что здесь перед нами? Перед нами мы с вами видим человека, который, с одной стороны, прежде имеет откровение об Иисусе, как о Христе, но в то же самое время этот человек, мы видим, в своей душе имеет все еще состояние сомнений. И здесь для нас сейчас не столько важно рассматривать какие-то негативные стороны Иоанна Крестителя. Нет. Для нас с вами это должно стать важным уроком того, что вполне вероятно и возможно, получив откровение от Бога, тем не менее, так и не утвердиться в вере о том, что прежде сказал Бог. Если озвучить это следующим вопросом, возможно ли получить откровение от Бога, но тем не менее оставаться в позиции сомнения и не утвердиться в вере о том, что прежде Бог открыл? Ответ – да. Да. Повторюсь еще раз. Возможно ли получить откровение от Бога, но так и не войти в позицию веры, не утвердиться в вере об этом? Ответ – да. И если у вас есть уже какой-то опыт получения от Бога тех или иных откровений, и вы честные сами с собой, то вы уже на своем опыте можете видеть, что Бог прежде уже давал вам откровение о том или ином вопросе в той или иной сфере. Но когда вы посмотрите на себя, то вы увидите, что вы все еще можете оставаться в позициях сомнения, колебаний и не утверждены достаточно в этом вопросе. Если вы ведете заметки и пишете где-то свои откровения, откройте свои конспекты, посмотрите и перечитайте те откровения, которые Бог давал вам месяц назад, полгода назад, вы увидите странную картину, что Бог давал вам какие-то откровения еще тогда, но тем не менее, когда вы посмотрите внутрь себя, внутрь своего сердца, то увидите странную картину. Но на территории пятерки моей души эти откровения так и не укоренились, не утвердились. И когда в очередной раз я смотрю на Иоанна, то для меня это также стало уроком в том, насколько важно отделять проявление дара Божьего от состояния моей души. Потому что я уверен, что когда здесь Иоанн возвещает об Иисусе, я убежден, что здесь звучит голос пророка. Это дар пророка, буквально пророческий дар, поднимается внутри него и свидетельствует. Дух Божий свидетельствует сейчас пророчески через Иоанна о Христе. Но вы понимаете, что когда Дух Божий свидетельствует вашему Духу, это еще не значит, что это свидетельство уже укоренилось на территории вашей пятерки души. И находясь в служении уже 29 лет, я сам знаю, когда я могу получить откровение от Бога. И оно вот поднялось, оно зажглось. Я даже могу проповедовать об этом. Другие могут слышать от меня это откровение. Но если я честно задам себе вопрос, а насколько это откровение утвердилось, укоренилось на территории пятерки моей души, то я понимаю, что оно еще не настолько стало единым со мной, насколько Богу этого хотелось бы. И к чему нас с вами это должно привести? К следующему выводу. Когда Бог дает нам то или иное слово, то или иное откровение, не позволяйте себе обольститься тем, что все, если я уже получил об этом знание, этого достаточно. Нет. Когда Бог дает нам то или иное слово, то или иное откровение, и оно зажигается внутри вас, не оставьте это только на уровне эмоционального всплеска или интеллектуального озарения. Крайне важно нам погрузиться в это слово, соединиться с этим словом, продолжать размышлять над этим словом, напоминать себе это слово, говорить это слово, сделать все возможное, чтобы это слово, как семя, максимально могло пустить свои корни уже на территории нашей пятерки души. И говоря о процессе вот этого утверждения на территории пятерки души, нам важно продолжить рассматривать роль сомнений в этом вопросе. Потому что, оказывается, сомнения, друзья, они имеют намного более разрушительную силу, чем мы с вами думаем. Мы знаем о том, что апостол Яков написал, что сомневающийся не получит ничего от Бога. И многие из нас, мы просто знаем это как некий факт. Ну да, вот написано, так вот оно и происходит. Но давайте мы немножечко глубже рассмотрим сам процесс этого. Когда Бог дает слово, приходят откровения, и Бог желает, чтобы мы вошли во взаимодействие с этим словом, чтобы мы запустили вот этот процесс веры. И как только мы начинаем выходить на этот путь, друзья, нам важно помнить о том, что враг не спит и не дремлет. И сомнения – это не друг Бога. Нет. Кстати, буквально вчера я начала прослушивать еще раз наш плейлист по теме «Как работает вера». И интересно, насколько я помню, это в третьем выпуске, слушая третий выпуск, я получаю откровения по поводу как раз-таки сомнений о том, что мы можем с вами думать только в двух направлениях. Мы это знаем, да, то ли со знаком плюс, то ли со знаком минус. Так вот, углубляясь в эту тематику, говоря о вере, что такое вера? Вера – это доверие Богу. Это размышление именно о том, что сказал Бог. Так вот, противоположность – это сомневаться в том, что сказал Бог. Мы можем либо думать об обещаниях Бога для нашей жизни, и когда мы думаем именно на основании Слова Божьего и того, что Он пообещал конкретно для нас, то это созидает нашу веру. Это помогает нам оставаться в позиции веры. Это будет подталкивать нас дальше к тому, чтобы занимать более активную позицию, и уже эта вера воплощалась в наших делах. Но, друзья, как только появляются сомнения, это уже товарищи из другой территории. Это важно увидеть. Важно увидеть, что сомнения – это не партнеры Бога. И нам нельзя с вами, скажем так, дружить с сомнениями, вести диалог с сомнениями, позволять им просто находиться на территории нашей пятерки души, потому что на самом деле они несут в себе мега-разрушающие действия. Они разрушают веру. Они посланы в наш разум с конкретной целью, описанной в 10 главе Иоанна. Украсть, убить и погубить. Что? Именно то, что Бог только что сказал нам. И вчера я увидела, прослушивая этот подкаст, как важно, понимаете, друзья, серьезную позицию занять в отношении сомнений, буквально жесткую позицию запрета, начать тренировать себя в том, чтобы таможня моего разума не давала добро на какие-либо виды сомнений в отношении Бога и Его Слова. Нам нельзя практиковаться в сомнениях в отношении того, что Бог говорит. И да, друзья, все в порядке с тем, что, может быть, завтра, послезавтра или еще через какое-то время вы вдруг обнаруживаете себя в состоянии сомнения не потому, что вы поставили целью сомневаться. Нет, друзья, как правило, никто из нас не ставит этой целью. Завтра я буду сомневаться в том, что я исцелен. Нет, как правило, мы, скажем так, вдруг обнаруживаем себя уже в состоянии сомневающихся. Так вот, если мы с вами принимаем решение сегодня объявить сомнениям войну и попросим Святой Дух нам помочь в этом, то, друзья, мы намного быстрее сможем обнаруживать эти мысли сомнения, как только они попадают в наш разум, как только эта раскаленная стрела была пущена в наш разум. Дух Святой тут же поможет нам обнаружить ее и скажет, послушай, вот это, это не от Бога. Давай это останавливать. Мы связываем всякое сомнение и мы запрещаем Ему действовать на территории нашего разума во имя Иисуса. И, как правило, вот эти сомнения, они будут являться следствием того, что прежде фокус на процессе был утерян. То есть, смотри, когда мы целенаправленно погружаемся в Слово, вот берем Божье Слово, берем истины какие-то и целенаправленно погружаемся в этот процесс, как сеятель, который вот посеял, и он весь фокус свой держит, приходит, поливает, вытягивает сорняки, он постоянно думает об урожае, он целенаправленно на этом сфокусирован. И когда Бог дает вам откровение о том или ином вопросе, или из той или иной сферы, то я думаю, что вот это понимание, когда у вас есть это понимание, что наличие откровения еще не делает вас человеком, утвержденным в вере об этом. Уже хотя бы это осознание, оно будет помогать вам не войти в состояние беспечности. О, ну я же знаю об этом. Значит, я в вере об этом. Это не значит, что вы уже об этом в вере. У вас есть семя для того, чтобы вы утвердились в этом. И, друзья, вот здесь настолько важная мысль. Знание не равно вера. Это важно, друзья. То, что я знаю о чем-то, это еще не значит, что я в вере об этом. Поэтому не путайте. Вера и знание – это разные вещи. А значит, когда вы получаете слово от Бога, откровение от Бога, то тогда вы уже будете знать – вот, у меня есть Божье слово, у меня есть откровение от Бога, и я целенаправленно буду погружать себя в размышления над этим словом, в размышления над этой темой, в погружение в эту тему. Для чего? Бог хочет укоренить меня в этом вопросе, утвердить меня в этом вопросе. Рассматривайте это откровение с разных сторон. Погрузитесь в какие-то, может быть, параллельные места Писания, чтобы закрепить это слово на территории пятерки вашей души. Вот почему в свое время Иисус, обращаясь к своим ученикам, Он скажет, «Если прибудете в Слове Моем, и слова Мои в вас прибудут». Он говорит о вот этой важной составной полного соединения с Моим Словом. Не просто, что вы услышите на время, что вы соединитесь, и мое Слово полностью соединится с вами. Вот что будет иметь должный результат. Аминь. Аминь. Это были наши размышления над прочитанными стихами, а на что Господь ваше внимание обратил. Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу мы также проводим онлайн-эфиры в аудиоформате. Если вы хотите обсудить, поделиться своими откровениями, либо просто послушать для назидания. Будем рады вас там видеть. Аминь. И как обычно, давайте построим нашу молитву благодарения на тех стихах, к которым мы сегодня обращались. Возьмем 34, 35 и 36 стихи. «Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты послал Своего Сына, Ты послал нам Своё Слово, и Ты даровал нам Своего Духа немерою. И Господь, так же, как Ты сказал об Иисусе, так же Ты говоришь и о нас. Ты любишь нас, и Ты всё отдал в руку нашу. Господь, мы благодарим Тебя за способность веровать в Сына Твоего и иметь жизнь вечную. Ты даровал нам жизнь и избавил нас от вечной смерти. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений.